Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки! Сегодня мы начинаем слушать былины о русских богатырях. Итак, вступление. На высоких холмах стоит Киев-город. В старину опоясывал его земляной вал, окружали рвы. Зелёных холмов киевских далеко было видно. Видны были пригороды и многолюдные сёла. Тучные земли пахотные, синяя лента Днепра, золотые пески на левом берегу, сосновые рощи. Пахали под Киевом землю пахари, по берегам реки строили умелые корабельщики, лёгкие ладьи, долбили челны дубовые. В лугах и по заводям пасли пастухи, круторогий скот. За пригородами и сёлами кинулись леса дремучие. Бродили по ним охотники, добывали медведей, волков, туров, быков рогатых и мелкого зверя, видимо-невидимо. А за лесами раскинулись степи без конца и края. Шло из этих степей на Русь много горюшка. Налетали из них на русские сёла кочевники, жгли и грабили, уводили русских людей в полон. Чтоб беречь от них землю русскую, разбросались по краю степи заставы богатырские, маленькие крепости. Оберегали они путь на Киев, защищали от врагов, от чужих людей. А постепенно без устали разъезжали богатыри на могучих конях, зорко всматривались вдаль, не видать ли вражеских костров, не слыхать ли топота чужих коней. Дни и месяцы, годы, десятилетия оберегал землю родную Илья Муромец. Ни дома себе не построил, ни семьи не завёл. И Добрыня, и Алёша, и Дуна Иванович все в степи да в чистом поле правили службу воинскую. Изредка собирались они к князю Владимиру на двор отдохнуть, попировать, гусляров послушать, друг о друге узнать. Коль тревожно время, нужны богатыри-воины. С честью встречает их Владимир князь с княгиней Апраксией. Для них печи топятся в гридне гостиной горницы, для них столы ломятся от пирогов, калачей, жареных лебедей, от вина, браги, мёду сладкого. Для них на лавках барсовые шкуры лежат, медвежьи на стенах развешаны. Но есть у князя Владимира и погреба глубокие, и замки железные, и клети каменные. Чуть что не по нём, не вспомнит князь о ратных подвигах, не посмотрит на честь богатырскую. Зато в чёрных избах по всей Руси простой народ богатырей любит, славит и чествует. Ржаным хлебом с ними делится, в красный угол сажает и поёт песни про славные подвиги и о том, как берегут, защищают богатыри родную Русь. Слава, слава и в наши дни богатырям, защитникам Родины! Высока, высока поднебесная, глубока глубина океан моря, широко раздоли по всей земле, глубоки омуты днепровские, высоки горы сорочинские, темны леса брянские, черны грязи смоленские, быстрые, светлые реки русские, а и сильные, могучие богатыри на славной Руси. Былина Микула Селянинович Итак, ранним утром, ранним солнышком собрался Вольга брать дани по дате с городов торговых Гурчевца до Ореховца. Села дружина на добрых коней, на каурых жеребчиков и в путь отправилась. Выехали молодцы в чистое поле, в широкое раздолье, и услышали в поле пахаря. Пашет пахарь, посвистывает, лемехи по камешкам почиркивают, будто пахарь где-то рядышком саху ведет. Едут молодцы к пахарю, едут день, до вечера, они могут до него доскакать. Слышно, как пахарь посвистывает, слышно, как сошка поскрипывает, как лемешки почиркивают, а самого пахаря и глазом не видать. Едут молодцы другой день до вечера, так же все пахарь посвистывает, сошенька поскрипывает, лемешки почиркивают, а пахаря нет, как нет. Третий день идет к вечеру, тут только молодцы до пахаря доехали. Пашет пахарь, понукивает, на кобылку свою погукивает, борозды кладет, как рвы глубокие, из земли дубы вывертывает, камни-волуны в сторону отбрасывает. Только кудри у пахаря качаются, шелком по плечам рассыпаются, а кобылка у пахаря немудрая, а саха у него кленовая, гужи шелковые. Поделился на него Вольга, поклонился учтиво. Здравствуй, добрый человек, в поле трудничек. Здоров будь, Вольга Всеславьевич, куда путь держишь? Еду в города, гурчевец да ореховец, собирать с торговых людей да не подать. Эх, Вольга Всеславьевич, в тех городах живут все разбойники, дерут шкуру с бедного пахаря, собирают за проезд по дорогам пошлины. Я поехал туда соли купить, закупил соли три мешка, каждый мешок сто пудов, положил на кобылку серую и домой к себе направился. Окружили меня люди торговые, стали брать с меня подорожные денежки. Чем я больше даю, тем им больше хочется. Рассердился я, разгневался, заплатил им шелковую плеткою. Ну, который стоял, тот сидит, а который сидел, тот лежит. Удивился Вольга, поклонился пахарю. Ай же ты, славный пахарь, могучий богатырь, поезжай ты со мной за товарища. Что ж, поеду, Вольга Всеславьевич, надо им наказ дать, других мужиков не обижать. Снял пахарь с сахи гужи шелковые, распряг кобылку серую, сел на нее верхом и в путь отправился. Проскакали молодцы полпути, говорит пахарь Вольге Всеславьевичу. Ох, неладное дело мы сделали, в борозде саху оставили. Ты пошли молодцов, дружинников, чтобы с сашку из борозды выдернули, землю бы с нее отряхнули, положили бы саху под ракитовый куст. Послал Вольга трех дружинников. Вертят сошку они и так, и сяк. Они могут сошку от земли поднять. Послал Вольга десять витязей. Вертят сошку они в двадцать рук. Они могут с места содрать. Тут поехал Вольга со всей дружиной. Тридцать человек без единого облепили сошку со всех сторон. Понатужились, по колено в землю ушли, а сошку и на волос не сдвинули. След кобылке тут пахарь сам взялся за сошку одной рукой, из земли ее выдернул, из лемешков землю вытряхнул. Леми хитровой вычистил. Дело сделали, и поехали богатыри дальше путем дорогою. Вот подъехали они под Гурчавец до Ореховец, а там люди торговые, хитрые, как увидели пахаря, подцекли бревна дубовые на мосту через речку Ореховец. Чуть зашла дружина на мост, подломились бревна дубовые, стали молодцы в реке тонуть, стала гибнуть дружина храбрая, стали кони, люди на дно идти. Рассердились Вольга с Микулой, разгневались, хлестнули своих добрых коней, в один скок реку перепрыгнули, соскочили на тот бережок, да и начали злодеев чествовать. Пахарь плетью бьет, приговаривает, эх, вы жадные люди торговые, мужики города хлебом кормят, медом поят, а вы соли им жалеете. Вольга палец и жалует за дружинников, за богатырских коней. Стали люди курчевские, каятся, вы простите нас за злодейство, за хитрости, берите с нас даньи подати, и пускай едут пахари за солью, никто с них гроша не потребует. Взял Вольга с них даньи подати за двенадцать лет, и поехали богатыри домой. Спрашивает пахаря Вольга Всеславьевич, ты скажи мне, русский богатырь, как зовут тебя, величают по отчеству. Поезжай ко мне, Вольга Всеславьевич, на мой крестьянский двор, так узнаешь, как меня люди чествуют. Подъехали богатыри к полю, вытащил пахарь, сошеньку распахал широкое полюшко, засеял золотым зерном. Еще заря горит, а у пахаря поле колосом шумит. Темная ночь идет, пахарь хлеб жнет, утром вымолотил, к полудню вывел, к обеду муки намолол, пироги завел. К вечеру созвал народ на почестен пир. Стали люди пироги есть, брагу пить, да пахаря похваливать. Ай, спасибо тебе, Микула Селенинович. Вот и были не конец, а кто слушал, молодец. Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии и жми на колокольчик. До встречи в новых видео.